Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы сегодня открываем очередной выставочный сезон после больших летних каникул в галерее и выставка непростой. Выставка, которая называется «Летний зной пленэр 2018 год. Летний пленэр». И эта выставка происходит у нас всегда, когда открывается наш сезон в сентябре. Она происходит уже четвертый раз. Ее организатором и вдохновителем идею вот эту подсказал и ее исполнил, воплотил в жизнь Андрей Шперко, чьим союзов художников России. За это время пока происходит... Сейчас проект перешел на... Все участники проекта у нас уже ушло. А авторство не будем говорить. То есть все участники проекта у нас... Все авторы. Ну и прекрасно. Да, у нас ведь нет никакого выставскома. И действительно, все участники проекта, все, кто приносит работу сюда в галерею Дома художника и Робота Устроевского художника в России. Собственно говоря, все авторы. Потому что каждый очень строго относится к себе. Сам выбирает работу, сам приносит сюда. Мы эти работы размещаем. Конечно, стараемся размещать так, чтобы они и смотрели на друг друга, как-то хорошо соседствовали. Но и также мы стараемся разместить комплексами работы. Ну, по возможности. То есть так, чтобы работы одного художника были рядышком. И чтобы было видно, что именно, как работает художник. Ну и что такое пленэр? Я еще раз напомню вам, хотя вы все прекрасно знаете, что это такое. Это неотъемлемая часть русского изобразительного искусства. И наши художники, последователи изобразительной школы, наши именно. Иркутской художественной традиции. Они все практически работают летом на пленэрах. Но и не только летом. И зимой, и осенью. И не только на пленэрах за городом. И в городе. У нас вот среди нас сегодня есть уникальные художники, которые в городе работают в пленэрах постоянно. Зимой, летом. Это Олег Владимирович беседит. И вот про остальные пленэры хотелось бы сказать то, что художники и самостоятельно работали. Нынче самостоятельно. То есть не объявляя ничего, куда кто поедет, на какой пленэр. Сами уезжали. Создавали этюдные работы, которые потом в тиши мастерской могут воплотиться в картины, в какие-то еще замыслы. Но и были те пленэры, которые были организованы. Организованы, например, Диана Силанская, организованы Ирина Фенчина, пленэры Монголии. Организованы были и Андреев Штерко самим совместно с Иркутским областным героевическим музеем. И целая вот группа сегодня здесь находится. Это пленэры в Качевском районе. И деревня Анга, и Гархоленск, и Мирюлька захватила эта группа художников. Сегодня работа представлена. То есть самое-самое-самое разное. Но пленэр это очень важно для художника. И сегодня в выставке участвует 26 человек. 26. Это достаточно хорошая, большая цифра. Хотя это, конечно, не все художники, которые работали на пленэрах в этом году в Иркутске. Но вот та часть, которая принесла работы, которую успели принести, вот они все здесь располагаются. Эта выставка будет работать две недели точно. Может быть, чуть-чуть побольше. Потом уже мы будем освещать своих посетителей об этом. Но вот открывается она вот таким образом в одном зале. Шпалерная практически развеска. А еще вот множество у нас вот такое. Вот Андрей сделал такую презентацию. Она у нас на потолке. Поэтому кто не обратил внимания, еще на потолок обращайте внимание, и вы сможете увидеть вот такие вот зарисовки с разных примеров. Ну а теперь я хотела бы слово дать для приветствия всем с началом нашего сезона. Можно нескольким членом управления, которые здесь представлены. В начале Татьяне Ларевой, как куратор, выделили член управления, строительным художником, работе которой здесь находится сначала Татьяна Ларевой, потом у нас Володя Бешнов, а потом еще направили Сергей Писарев. Вот все трое, давайте поздоровайтесь с художниками. Ну я подхватываю, Наталья, Надежда, твою последнюю фразу о том, что эпиграфом к этой выступе стала такая замечательная история, да, связь с Лимоном. И вспоминаются слова Булецкого, тот художник, который в начале еще, в общем-то, восстановление союза писал. У нас не было года, садились в него художники и ехали на Байканг, на ПНР, вот этот зонт со спицами, галетный, очень напоминает бывалый зонт, видовидавший зонт, связь с Лимоном. Потом был роганец, который ездил не только в этом, но все на постройке, начиная от Бамма, кумерных всех, в общем-то, самых замечательных моментов по Кореи, и зимой, и летом ездил, но мы, в основном, как-то зимой побаймемся, да, и вот этот тюник, потому что все художники, кто учился в нашем, в родном Аймаматру училище, да, и в чем-то, мы же были такие тяжелые тюники, и с ними выходили на Минеры. Ну и то, что связь, конечно, каждому художнику нужна также какая-то перезагрузка, и здесь мне очень нравится, что не только Байканг, потому что, говоря с людьми художниками, я понимаю, что были, в общем-то, во многих местах, и в Англии, и, в общем-то, ездили по Сибири, и в зарубежье, и мне кажется, что вот сегодня как раз тот замечательный момент, когда художники встретились, не только для того, чтобы вот показать свою работу, но и попраздновать вот эту встречу, и поделиться впечатлениями, которые получили архилеты. не только в картинах, но еще и вот в процессе общения. И вот все подхватились дружно, понравились, все мы хотим выставляться и работать больше стали. И вот по этому примеру уже будут рождаться у кого-то большие картины, будут выставлять. Я вам желаю польских успехов, которые себе задачи поставили этим летом, чтобы у вас свершилось что-то еще большее. Можно с этих работ уже делать большие работы. Да, заодно Серега и рассматривать. Да, и заработайте больше, это хорошо, что еще есть место, где выставляться. Спасибо, директорам, директорам, директорам. Да, всем спасибо, художникам. Андрей же сказал, что все авторы, все авторы, директора Иркутского областного краеведческого музея, Сергей Иванович Кутин, мы предоставим слово, поскольку мы начали такую работу совместную, да, пленеры наших художников и на базе в Анге Иркутского областного краеведческого музея. Ну, действительно, в этом году, по моему взгляду, очень важное для музея событие состоялось, но и для союза в целом, потому что открылась возможность новой площадки, длительная возможность проведения Банера. Речь идет о Духовно-просветительском центре святителя Евангентия в ангетном качестве в районе, и вот как это все проходило, кого я не знаю, а то вы не знаете, как планируется... Первый раз слышала, что вы такой гостепленный хозяин, очень приятно. у нас же в своем соглашении, мы здесь только выставок делали. Три дня назад открылись, какие секреты открывать. Байкал Мирамистика. Байкал Мирамистика, тоже ваши ребята, кстати. Понятно. Все очень хорошо. А потом мы с вами договорились, следующая выставка пионов, она будет случилась. Хорошо. Да? Завтра приезжает художник, подключается. Хорошо. Ну, вообще план работы уже всегда за год, и верстает. Андрей, можно я скажу, как раз в пользу случаем? И еще вопрос. Сегодня, значит, присутствует здесь, не оттачиваются. Другие, когда не нас, если идут дождь, не оттачиваются. Ну, есть ли они? Другие, когда не нас, если идут дождь, они сказали, что даже если вы сфотографируете, дома повесите, будете загадывать желание, оно у вас все равно. Поэтому гора желаний. Загадывайте желание. Серьезно. Загадывайте. Я уже загадаю. Серьезно. Серьезно исполняется. Она так и называется, гора желаний. Серьезно. 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 Продолжение следует. Продолжение следует...